все что происходило вообще считалось то что это нормально хотя нормальным это быть не может честно сказать было очень много шуток про секс и разговоров про секс он говорит просто интересно шершавый ли ты в сексе мне на тот момент было 14 15 лет он меня повалил на кровать и просто начал не знаю трогать чипать какой-то момент он мне дает очень сильную пощечину а неужели когда происходили события где он лез девочкам в трусы ложился с ними рядом неужели между собой девочки никогда это не обсуждали во время обучения никто не учит тебя что ты столкнешься с абьюзером преподавателем который будет тебе залезать в трусы бывшие ученицы московской центральной художественной школы публично обвинили своего преподавателя виктора елизарова в домогательство девушки рассказали что в период с 2000 по 2013 год педагог трогал своих учениц за разные части тела публично унижал шутками сексуальным подтекстом и открыто склонял к интиму когда ситуацию обнародовали 65-летний художник бросился в бега где сейчас находится елизаров неизвестно суд арестовал его заочно мы пообщались с одной из его бывших учениц которая рассказала что творилось за закрытыми дверьми школы расскажи просто про эту школу про ее устройство как там учатся дети уникальная специализированная школа куда дети поступают с 5 класса и учатся по 11 то есть это вот 7 лет а как там учатся там надо жить в этой школе ну вы знаете там есть возможность проживания то есть там есть интернат дети которые из каких-то других городов то есть они туда приезжают и в общем-то там живут и только уезжают там к родным на каникулы или на какие-то праздники очень такая конкурентная среда в общем хотелось много работать быть лучшей и как бы стремиться к этому как я уже сейчас вспоминаю такое рисование было немножко фанатичное вот если так можно выразиться а это фанатичность создавали преподавателя ну я бы сказал на 80 процентов да когда ты поступил в эту школу я поступила в 2002 году в 2009 я ее закончила сколько тебе было лет на момент поступления 10 11 лет елизаров был руководителем мастерской и впоследствии в старших классах с 8 по 11 он был моим преподавателем по живописи и композиции первое впечатление елизаров и было то что это очень строгий преподаватель но при этом к нему было какое-то такое уважение и впоследствии когда с ним взаимодействие было все больше и больше очень хотелось стараться ему понравится чтобы там он похвалил я так понимаю чтобы все таки был культ этого преподавателя абсолютно верно елизаров он очень яркий и очень харизматичный человек объяснить это словами сложно это скорее нужно театрально как-то показывать обычно такие люди они в принципе очаровывают то есть а несмотря на свою строгость он все равно был таким персонажем который притягивал которому хотелось тянуться быть его фаворит те преподаватели которые высказывали какое-то свое мнение или входили с ним в какой-то конфликт там невозможно этого человека переспорить переубедить то есть там вот просто ты как со стеной сталкиваешь сталкиваешься и и никуда очень трудно противостоять такому человеку а ты боялась его нет я не боялась его нет такого не было потому что несмотря на эту строгость там артистичность и прочее в какой-то момент он создавал такую среду в которой мы были как товарищи то есть не было вот этой градации ученик преподаватель он нарушал границы это выражалось том что он мог не знаю разговаривать со мной как мой одноклассник он мог использовать какие-то фамилиарные фразы пошлые шутки честно сказать было очень много шуток про секс и разговоров про секс допустим у меня на руках сухая кожа и как-то он потрогал мою руку а он в принципе на своих учениц распускал руки то есть он мог просто тебя приобнять потрогать так вот он потрогал мою руку сказала у тебя везде такая шершавая кожа или только на руках я говорю только на руках он говорит просто интересно шершавая ли ты в сексе мне на тот момент было 14 15 лет у меня не было на тот момент секса и как бы вот такие вот разговоры они были очень часто плюс это всегда тоже ну как бы преподносилась как какая-то шутка то есть вот он скажет какую-то не знаю там пошлость или опять же какие-то намеки какие-то фразочки и дальше ну я же пошутил и это было при всех то есть это не было как-то индивидуально это было при всех поэтому поскольку это происходило при всех казалось что это нормально еще разговаривал про секс это было достаточно часто мне кажется то что у него не было целью чтобы мы как бы осознавали этот процесс мне кажется то что он больной человек и что он питался вот этим детским смущением и вот я хочу рассказать еще один случай просто к слову о реакциях то есть я не помню что конкретно он сказал но это была какая-то очередная шуточка про секс и так получилось то что в процессе я повторила слово секс и он мне сказал как-то это сказала повтори повтори это мне нравится как ты это слово выговариваешь естественно как бы я помню что я там просто покраснела бордовела и дико смутилась и вот я вроде бы это какой-то относительно безобидный случай по сравнению со всеми остальными но я понимаю что просто у человека видимо он действительно питается этим то что у детей и у подростков есть какая-то не знаю чистота и вот это вот просто чистая какая-то неосознанной реакции вообще то что происходит не знаю это то о чем он говорит а это правда что на уроках показывал фотографию голой жены мы были у него мастерской там мы просто пили чай о чем-то разговаривали и в какой-то момент он начал показывать снимки с практик на своем компьютере и листая какие-то фотографии вдруг вышли фотографии его обнаженной жены он не закрыл эту папку он продолжил показывать эти снимки считая то что его жена она тоже преподаватель лицея и он просто готов это и райда владелина вот лежит на даче там это не были снимки там художественного характера или не знаю какая-то художественная съемка то есть это просто обычная домашняя фотосъемка там не знаю голой жены а его жена получается преподавала в этом лице и да и преподает до сих пор то есть старшие классы ведет елизаров он берет два года следующие два года его жена и так они чередуются и она знала обо всем о его поведении о том что происходит по словам других девушек они говорят что да она была свидетелем многих сцен которые происходили и она никак не реагировал на это ты видишь фотографии обнаженного преподавателя своего до женщины что он это рассказывал про свою сексуальную жизнь с ней как тебе казалось на этот момент это нормально или ты воспринимала уже как собой собой разумеющийся мы на это все смотрели и вообще как бы не было не было ощущения что что-то происходит не так то есть мне кажется мы настолько вскормлены елизаровым вот этим его поведением что все что происходило вообще считалось то что это нормально хотя нормальным это быть не может большую часть находились в лицее чем в семье и это началось достаточно рано поэтому мне кажется из-за того что это происходило достаточно вот с раннего возраста как бы сформировалось видение что как будто так и должно быть потому что другой реальности у нас просто не было вот было так когда он начал проявлять именно интерес к себе я вообще думаю что все что происходило оно происходило по отношению ко всем и это вот это просто было вот как данность то есть всех девочек он лапал он трогал и распускал руки он вообще очень тактильный человек у него была распространенная шутка которая называлась робин гуд это когда он подходил и девочкам сзади через одежду через одежду оттягивал лямку лифчика и отпускал это была игра как он говорил его юношество и детство и и как бы она распространялась просто на все классы которые он вел он мог обращать внимание на грудь трогать грудь под видом того что он объясняет не знаю там строение тела а как это происходило просто не с того ни сего художники мы рисуем мы рисуем людей вот и понятное дело что у нас есть какая-то анатомия анатомия можно принципе и на себе показать то есть логика такая у нас все в классе были как-то названы то есть у нас не было такого что как бы елизаров к нам обращается по имени то есть у всех была какая-то кличка вот я возможно была достаточно дерзким ребенком и он меня прозвал лизой дрянью то есть я была лиза дрянь и собственно я у него даже так было записано в телефоне одну девушку которая училась где-то на 6 лет младше меня ее тоже зовут лиза он называл секс-машина бетти а вот на чем основывается вообще почему он так ее называл не знаю на какой-то его извращенной фантазии я предполагаю при том что в итоге девушку так называл весь класс и как бы все это подхватили и он не разъяснял почему так называют все клички они основывались либо на внешности какой-то специфической либо на твоей фамилии которая коверкалась либо просто основывалась на его какой-то фантазии очень смешанные чувства то есть все в общем-то его любили как учителей были привязаны к нему и при этом вот мы находились такой токсичной среде где в общем-то нас оскорбляли нас лапали трогали и так далее тому подобное профессионально тоже там были всяческого рода унижения и это было нормально когда произошло происходили физически уже поползновение к тебе мы каждое лето ездили на месяц на какую-нибудь выездную практику где мы с пяти утра до позднего вечера пока не зайдет солнце писали пейзажи я зашла в комнату к елизарову он жил в комнате там был он его сын и мой одноклассник я зашла просто задать какой-то вопрос это было там посреди дня и мой одноклассник у него тогда не знаю была фаза какой-то гиперактивности вот он меня повалил на кровать и просто начал не знаю трогать чипать в общем я не могла вырваться потому что он очень сильный на что как бы лежал елизаров и его сын рядом и как бы для них это было какое-то зрелище они говорили что да давай давай ее и тогда и тому подобное то есть они поощряли то есть не не прекращали это поведение а они поощряли что вот это происходит мне было тогда очень неприятно и вспоминать тоже неприятно ну то есть даже одноклассник уже себе позволял такого ну трогать это потому что в сексуальном потексте да то елизаров как бы начал и учеников чтобы они себя вели развязаны мальчиков до елизаров поощрял такое поведение мало того что он проводил беседы я просто знаю мне это рассказывал как раз таки мой одноклассник ему на тот момент нравилась моя одноклассница наша одноклассница и он говорил то что елизаров с ним проводят беседу что им пора как бы уже входить более тесные отношения переходить к сексу и вообще пора уже был еще один случай когда он просто тупо подрались расскажи про него этот случай был на практике в бахчисарае мы как-то пошли с елизаровым на город чфуткале чтобы как раз таки посмотреть на местность и написать какой-нибудь этюд вот когда мы туда поднялись мы стояли на смотровой площадкой и любовались видом и в какой-то момент елизаров он стоял сзади и он начал на меня орать там тульчинская отойди от края тебе сказал отойди я оборачиваюсь я стою как бы со всеми и мы достаточно далеко от края то есть там приемлемое расстояние я стою вместе со всеми но орет он только на меня он приближается продолжает орать уже все вокруг меня расходятся назад а я остаюсь на том же месте и я вообще не понимаю что происходит почему он на меня кричит я ничего такого не сделала я не отхожу от края потому что это уже просто какой-то ступор и непонимание почему на меня человек орет какой-то момент он мне дает очень сильную пощечину такую сильную что у меня просто звенит в голове но я не знаю может быть в силу своего характера я не растерялась и дала ему такую же пощечину ну не знаю такую же не такую же но в общем ответила ему на что он не еще раз меня ударяет потом я его и потом он меня он уже в каком-то бешеном состоянии потому что он меня реально просто бьет очень-очень сильно я могу сказать что у меня вообще мне кажется никто никто никогда не бил вот только этот случай это было очень сильно и в какой-то момент я уже просто ну это состояние не передать она действительно неадекватная действительно встаю на край и просто говорю ну кричу не подходить ко мне ко мне подошла моя одноклассница за руку меня отпила от этого края и как бы на этом все закончилось впоследствии он эту историю вообще подавал совершенно по-другому то есть он говорил что я его довела то есть эта история грубо стала грубо говоря стала какой-то легендой где он как бы совершенно ее рассказывал по-другому еще я помню что когда я вернулась в этот вечер то его сын он присоединился к нам просто на эту практику вот на тот момент ему было 27 лет он меня просто подошел и облил водой а ему видимо не нравилось что у меня вот какие-то такие взаимоотношения с его отцом я не особо послушный ребенок правильно понимаю чтобы к часарай до куда вы ездили это то место где он вел себя наиболее развязано вы знаете мне такое ощущение что не нету места в этом мире где а елизаров вел бы себя более или менее развязано он развязано вел себя везде но безусловно когда мы выезжали на практиках там есть только как бы мы и и он и там более неформальная обстановка вот поэтому даже были какие-то вот случаи с распитиями там спиртных напитках что в принципе как бы естественно у нас нет в обычной нашей жизни и тем более тем более тогда когда мы учились в школе это замечала какие-то отношения учениц с ним во время учебы я знаю то что такой случай случился позже и что с одной девушкой он находился в отношениях начиная с лицея когда ей было 14 15 лет и их отношения продолжались 5 лет вот и соответственно как бы сексуальная связь у них тоже было во время того когда она училась в школе а неужели когда происходили события где он лез девочкам в трусы ложился с ними рядом спать сексуально домогался неужели между собой девочки никогда это не обсуждали во время обучения я предполагаю что вообще таких вещах говорить очень сложно когда ты ребенок ты вообще не воспринимаешь что с тобой произошло почему так и то что сейчас скрылась скрылась реально спустя очень долгое время пришла это вообще переоценкой и осознание вообще того что было это вскрылась только сейчас тогда никто не учит тебя что ты столкнешься с абьюзером преподавателем который будет тебе залезать в трусы и как тебе нужно вести себя поэтому из-за вот этого незнания все это замолчалось на очень-очень долгие годы дети должны знать что они могут столкнуться с неприятными ситуациями что есть неадекватные больные люди даже если ты ребенок у тебя есть свои личные границы которые никто не может приступать не взрослые не преподаватели и что у тебя если с тобой это произошло ты можешь обратиться за помощью к адекватным взрослым к родителям и даже не знаю как сказать закону а вот ты с девочками общаешься кто учился но сейчас вся история когда поднялась статьи с изнасилованиями есть или все в принципе с ним вступали он доводил до того что они вступали с ним связь по обоюдному согласию никакого обоюдного согласия быть не может это совращение как вообще поднялась эта история все таки 30 лет ему удавалось это все как-то держать в тайне год назад я вела проект по оформлению офиса и на эту работу я позвала нескольких ребят которые тоже учились в лицее на несколько лет младше меня и мы выполняли эту работу общались и в какой-то из дней одна из девушек который работал на этом проекте она поделилась такой информации то есть просто представляешь мне сегодня пришло сообщение от елизарова а считай то что она с ним не общается не находится в каких-то дружеских отношениях то есть просто вот он ей написал сообщение содержание этой переписки такое он не пишет как дела чем занимаешься не скучаешь ли ну она ему там отвечает там не знаю добрый день все хорошо там бла-бла-бла и дальше он ей скидывают порно видео и не простое порно видео то есть сам елизаров это такой большой рыжебородный мужчина на этом порно видео фигурирует мужчина тоже рыжий и девушка лысая и эта девушка по скажем так своему образу как раз таки похожа на вот мою знакомую которую он прислала эту он отправляет ей это порно видео и дальше пишет не скучай вот с этого момента так-то в принципе как бы ты живешь своей жизнью и как-то не каждый день вспоминаю что там было в детстве а вот с этого момента я как-то начала отматывать все пленку назад и мы даже с ребятами как-то процессе работы как-то переговаривались то что вообще как бы что вообще происходило с нами ведь то что было это не нормально и это порно видео она как бы лишь подтверждает то что с человеком явно что-то не то тоже как-то я встретила свою знакомую которую давно не видела которая рассказала что нара ну проходила там курс у психотерапевта так получилось то что вообще те проблемы которые у нее там были в личных отношениях все свелось к фигуре елизарова и потом это уже как-то понакатанно начало обсуждаться начали делиться разными воспоминаниями историями и вот в итоге это привело вот к этому скажем так буму который сейчас происходит все не могут поверить я тоже не могла поверить и самое главное то что многие люди сейчас на его стороне и говорят то что да да все было так но нам это помогало расти развиваться профессионально только благодаря этому мы стали кем мы стали и так далее и тому подобное я считаю то что никакое потрясающее профессиональное образование не может стоить психологических травм которые ты потом разгребываешь ну я надеюсь не всю оставшуюся жизнь но какое-то продолжительное время вот это не стоит того но даже защищают те кому он приставал я так понимаю да конечно то есть вот я высказалась на эту тему и в общем то ну то есть я ничего не придумывал все это было и мои одноклассницы они совершенно говорят мои вещи по тем же вопросам то есть люди на мой взгляд продолжают жить в каком-то забвении считать что это нормально а это не нормально девушки собрались им кто-то заплатил это заговор и прочее но я не знаю как бы кем нужно быть чтобы вообще это все придумывать рассказывать там за деньги люди не могут поверить что это правда но я читала что в принципе уже преподаватели признаются что знали про некоторые эпизоды сексуальных домогательств со стороны элизарова есть преподаватели которые подтверждают эту информацию а есть преподаватели у которых совершенно идиотическая точка зрения я могу вам предоставить скриншоты бывшего директора и других преподавателей которые просто пишут ну вообще такие ужасы опять же обесценивают то вообще чем поделились девушки говоря что это опять же вселенский заговор придумывают какие-то совершенно нелепые истории к сожалению это опять же еще раз подтверждают то что преподаватели в лицее к ним нельзя было обратиться за помощью потому что вот сейчас в общем то видно и их мнение на эту ситуацию чтобы пожаловаться нужно сначала осознать что нужно пожаловаться а мы этого не осознавали не было какого-то импульса и желания поговорить там с родителя не знаю с классным руководителем вот и в целом елизаров то есть он был не знаю как второй отец то есть мы очень-очень сильно были к нему привязаны и можно сказать так просто зомбированные вот поэтому уже жаловаться не было желания а если бы даже было такое желание если вот мы представим пофантазируем то некому потому что его то есть у нас была мастерская которая состоит там было еще там пять шесть семь педагогов и его поведение она как бы поощрялась на чем еще отразилась вот то отношение лизарова которое было к тебе впоследствии уже после лицея я в принципе стала очень зависима от похвалы людей очень как тоже утрированно переживала какие-то маленькие неудачи даже вот просто маленькой неудачи все депрессия и это вот модель поведения она как раз таки была взрочная елизаровым во время его преподавание и моего обучения у него мне кажется то что я постепенно выхожу из этого вообще деструктивного какого-то состояния только сейчас то есть я поняла что все как бы с этой истории все заканчивается дальше вот без не знаю всех этих там оценок елизарова без его суждений без прочего то есть я как бы иду своей какой-то дорогой вот и вот у меня как бы скажем так возникает такой образ то есть там пуповина оборвалась вот то есть я пошла своей дорогой и в какой-то момент действительно произошло это освобождение но оно происходило очень болезненно я считаю что я нахожусь в позитивной среде в среде где есть свобода и вообще дальнейшие какие-то перспективы и рост вот то есть вот эта история как бы там с лицеем слезаром она уже где-то там где-то далеко вот с одной стороны далеко с другой стороны ты же сейчас уже слышала да что его заочно арестовали что у вас получилось сдвинуть всю эту историю с мертвой точки что ты по этому поводу чувствуешь и чего вы с девочками хотите добиться вообще нету цели его арестовать то есть этой цели вообще нет что вот нужно отомстить чтобы он там сел за решетку чтобы он понес наказание безусловно по справедливости это должно произойти и этим занимаются следственные органы но вот как бы такого ярого желания его нету есть цель и желание об этом рассказать рассказать о своем опыте и чтобы в принципе а такого не было данную ситуацию ты уже не исправишь то есть вот я сейчас читала какие-то вот в фейсбуке новые истории которым делятся люди писали что да это было там я учился в девяносто первом девяносто втором году девяносто первом году родилась я вот то есть прошло как бы 30 лет этих 30 лет не вернешь и те девушки которые травмированы им то есть этот опыт да как бы сгладит время да сгладит психотерапия но это всегда будет триггерной точкой в их жизни это уже никуда не убрать цель просто рассказать про про то что было рассказать для тех кто учится сейчас для тех кто будет учиться для родителей потому что мы все должны сделать выводы и излечь из этого какой-то урок да вот так вот да 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 Продолжение следует...